так но я это немного афк посидел надеюсь больше не буду здорово народ с вами как обычно ваш ваш в общем давайте сразу начистоту лига легенд это худшая когда-либо созданная игра после diablo immortal обучение за пару лет все еще учит нас не тому чему надо ранкет открывается только после 30 уровня а гайды на ю тубе вообще не помогают я не хотел играть в доту потому что это была самая токсичная игра в мире но теперь лига спокойно отняла у нее первенство и это даже без вы из чата но что парадоксально все что делают рита геймс не являющиеся лига и легенд это просто шедевры музыка аркейн синематики и лор да нет о лор во вселенной лиги это такая вещь которую очень легко принять за нечто незначимое но если вам все-таки приспичило почитать про какого-то героя или вы все-таки посмотрели аркейн после советов друзей то остаться равнодушным будет очень трудно в 2019 году риту гейс объявили про создание такой штуки как riot forge которая отвечает за создание игр во вселенной лиги легенд сторонними разработчиками то есть берут они вот инди-студию и эта студия тупо делает им игру ну просто кайф но и выпустили вот они этот трейлер ruin it king а я был просто на седьмом небе от счастья я ждал и ждал и ждал и ждал игра должна была выйти вместе с провальным ивентом в лиге который иронично назывался погибель но игра так и не вышло поэтому я продолжал ждать и ждать а потом под новый год вышел второй трейлер наконец-то и я сейчас как помню сидел на стриме с друзьями и моя реакция была примерно такой на у жена у где это купить она еще там была ритм-игра про зикса я ее тоже прошел но собрались мы здесь для этого я наконец смогу перестать писать приветствия вы наверное еще смотрите и думаете шо какая лига легенд какой ruin it king но ничего сейчас я все объясню пояснять за лор лиги уйдет не один час поэтому попытаюсь уложиться в то что важно для самой игры значит тысячу лет назад было такое королевство под названием камавор у королевства был тупо нормальный король с двумя сыновьями младшего из которых звали вие королем должен был стать старший сын но он сдох поэтому королем стал вега вега растили не как будущего короля а как какого-то аристократа поэтому с королевскими должностями он справлялся очень очень плохо он был эгоистичным идиотом который рос зная то что у него уже все есть но однажды гуляя во дворе новоиспеченный король увидел обычную белошвейку по имени изольда он был так очарован ее красотой что предложил ей руку и сердце так один из самых могущественных правителей своего времени взял в жены девушку из бедной семьи вега который до сих пор не любил никого кроме себя теперь посвятил свою жизнь изольди они стали неразлучны вега почти нигде не появлялся без своей королевы осыпал ее дарами и не мог думать ни о чем другом когда она была рядом эта история любви была бы очень трогательной если бы вега не нужно было править государством в общем вега стал сидеть на жопе и ничего не делать и некоторым это стало не по нраву и однажды во дворец проник наемный убийца с отравленным кинжалом вега удалось спасти стража но вот его любовь нет после чего он впал в депрессию и его королевство пришло в упадок пока однажды вега не узнал про благословенные острова где бил источник живой воды исцеляющий любые недуги вега вторгся туда убивая всех кто попадется под руку но геноцид и когда момент настал я наконец покажу вам саму игру и 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 Продолжение следует... 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 Вместе с отрядом находим потрошителей из Кровавой Гавани и видим очень комичную сцену. Одинокий. Сейчас я вычеркну тебя из моего списка, капитан. И ты больше никогда ничего не почувствуешь. Какой еще список? Я тебя впервые вижу. Я... я уже не капитан. Я много лет не ходил в море. Пощади! Мерзкая тварь. Сразись со жрицей матери Глубин. Я мог бы убить тебя. Но зачем? Я пас. Кто сказал, что у тебя есть выбор, проклятый? Жить значит бороться. Идти в бой против своего мейна это не очень приятно, но он был в трейлере, значит я смогу за него поиграть. Вот этот упопом мой брат. Так что, я подбалился. Матис? 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 В общем, побеждаем Потрошителя Искравовой Гавани. Что ты со мной сделала? Не может быть! Богиня сочла достойным этого монстра? Богиня, что ты хочешь мне показать? Сумрачные острова? Гангпланк? Великое испытание? Вестница! Богиня, помоги мне понять. Жрица, ты не ранена? Как утопленник сбежал от нас? Богиня ему помогла. И я не знаю, почему. Но ты должна знать. Ты вестница. Ты несешь нам волю матери змеи. Может, тебе стоит отдохнуть? Мне не нужен отдых. Возвращайтесь в деревню. Я вас догоню. Короче, Пайк оказался достойным пройти испытание, после которого обычно люди умирают. И Илои идет с соответствующим вопросом к старейшине. Ну, а она ей говорит, что ты, бляха, пристала к старушке, иди к кому-то другому вопросу свой задавай. Ну, и тут как раз к нам приходят и оповещают о прибытии какого-то чужака. Жрица, сюда. Ты должна это видеть. Вот это здорово. Вот это мужчина. Это Илаой. Наша защитница. Наша вестница. Какая честь. Я Браун из Фрель-Йорда. Из Фрель-Йорда? Далеко же ты забрался. Мои люди сказали, что вытащили тебя из воды. Они были очень добры. Давай прогуляемся. Я хочу услышать твою историю. Во Фрель-Йорд пришел страшный мор. Он унес жизни многих детей. Браун, это правда ты? Да. А еще я привел друга. Будь храбрым и заботься о нем, пока я не вернусь. Конечно. Отдыхай. Браун отыщет лекарства. Я тебе обещаю. Браун, у тебя доброе сердце. Но ты пообещал невозможное. Ведь болезнь уже не остановить. Для Брауна нет невозможного. Фрель-Йорд мой дом, а эти люди моя семья. Скажи, что нужно сделать? В детстве отец рассказывал мне об архипелаге под названием Благословенные острова и о воде, которая якобы может исцелить любую болезнь. Но Браун эти острова поглотил черный туман, и теперь их называют сумрачными. Там опасно даже для тебя. Да и существует ли эта вода? Быть может, эта сказка просто сказка. Браун вернется с благословенной водой и расскажет о своих приключениях. Браун вернется с благословенной водой. Лодку побольше. В той битве с туманом Браун потерял щит. Он очень много для меня значит. И Браун сделает все, чтобы его вернуть. Илаой, мы пришли с миром. У нас послание от капитана Фортуны. Я слушаю. Что за послание? Она хочет встретиться. Она сказала, что Черный Туман вернулся. Что? Черный Туман. Он вернулся. Спасибо, Браун. Она ждет. Проводить тебя. Я знаю дорогу. Похоже, нас свела вместе сама судьба. Это не твоя битва. Сражаться с Туманом – священный долг Вестницы. И все же наша встреча не случайна. Я уверена. Возможно, это знак, которого я ждала. Сражаясь с Туманом, я могу узнать больше о лекарстве. А еще я хочу отплатить вам за доброту. Я чувствую силу и искренность. Хорошо. Пойдем послушаем Сару Фортун. Браун – это просто воплощение слова «гигача». Вначале он покажется вам дурноватым отчутка, но главное помнить. Самый сильный мускул – это сердце. Эксплоринг в этой игре на приемлемом уровне. Или, проще говоря, ты получишь все то, что ждешь от РПГ. То есть записки, сундучки, квестики. Ну и, конечно, рыбалочка. О да, если в игре есть рыбалка, я буду обмазываться ей. Он, смотрите, неоновая медуза, 17 и 1 кг. Думаю, вы за всю жизнь столько кг не наловили. Также здесь, как и в любом уважающем себя преступном городе, есть доска розыска, которая со временем будет разрастаться. Также хочется упомянуть прокачку, ведь она здесь очень-очень хороша. У вас есть 6 слотов под аксессуары за каждого героя. Далее у всех есть свои умения, которые могут прокачиваться по двум веткам. Оружие можно зачаровывать. И нам потом еще руны откроются. Короче, фантазия вам в помощь. Ну и, конечно, как же не показать вам мое любимое место в этой игре. Трактир Логово Барона, в котором есть подпольная арена. Ну вообще, кайф. Да, мы деремся с огромной черепахой прямо возле барной стойки. Вопросы? Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ладно, это последняя комичная ситуация. Пошли по сюжету. Какой роскошный дом. Настоящий дворец. Но что тут стряслось? Этого места коснулось какое-то зло. Чувствуешь? Застой и гниль. Равно не видели, Силаой. Я уж решила, что ты меня избегаешь. Много работы. Восстанавливаю гармонию между Бухру и жителями твоего города. Наверное, тебе не видно с такого высокого трона. Ты вправе на меня сердиться. В моих руках Билджи Уотер изменился. Признаю, что не все перемены к лучшему. Не можешь простить мне убийство Ганпланка. Я знаю, раньше между вами что-то было. Но теперь-то ты должна понимать, почему я просто обязана была его убить. Давай поговорим. Я хочу все уладить. Я не слепа, Сара. Я понимаю, что ты позвала меня не за тем, чтобы мириться. На вас напали? Да. Туманные Ходоки проникли в мой самый надежный штаб. Убили десяток лучших людей. Рафен чуть не погиб. Я сделаю все, чтобы это не повторилось, Силаой. Я буду защищать свой город и команду любой ценой. Именно такой лидер нужен Билджи Уотеру. Но для этого мне нужна твоя помощь. Осмотри Серую Гавань. А я пока позабочусь о раненых и наведу порядок в городе. Я пойду в Серую Гавань, потому что сражаться с Туманом – священный долг Вестницы. И я верю, что меня направляет воля богини. Я сделаю это не ради тебя. Браум тоже сражался с Туманом. Не поняла. Это еще кто? Это я, Браум из Фрельорда. Большой и тупой. Все, как ты любишь, Лаош. Если вы с Красавчиком что-нибудь разведаете, ты знаешь, где меня искать. Красавчик? Юная дама мне льстит. Мы осмотрим Серую Гавань. Если Черный Туман вернулся, я изгоню его, как уже делала прежде. Что мы забыли в Серой Гавани, а? Это проклятое место. Зря мы сюда сунулись. У Малика тут встреча с Гангпланком. Разве что с его трупом. Фортуна сожгла его вместе с кораблем, это всем известно. А вот мы вряд ли так легко отделаемся. Говорят, в Серой Гавани мертвецы иногда возвращаются. Думаешь, у тебя получится? Пожалей пацана, Гангпланк. Тебя долго не было. И у тебя каждый человек на счету. Люди не вернут мне мой город. Фортуна выжила, а твои... твари? Лишь разворошили осиное гнездо. Она теперь еще опаснее. Это была проба пера. Достал то, что я просил? Да, все тут. Только... Зачем тебе этот древний хлам? Ты понятия не имеешь, что это такое. Эти артефакты Бухру вернут мне королевство. Ага, конечно. Еще б дожить до того дня, когда твои планы осуществятся. Ниной, у меня почти все готово. Когда я вернусь, Черный Туман будет подчиняться мне. И Капитан Фортуна отдаст мне мой город. А Туман отличит друзей от врагов. Да без разницы. Повесь это себе на шею. И скажи людям не отходить. Если не будете глупить, Туман Серой Гавани вас не тронет. Эй, ты же собираешься обратно? Тогда это тебе нужнее, чем мне. Уже нет. Подношение бородатой леди. На всякий случай. Живой или мертвый Билдж Уотер принадлежит мне. Это моя судьба. Но мой союзник должен выполнить уговор. Для того, чтобы я снова стал королем пиратов. А вот и Билдж Уотер. Теперь я понимаю, зачем тебе телохранитель. Он совсем не похож на Ионию и... Такой пестрый. Воздух соленый. Все вокруг морской пене. Это не пена. Смотри под ноги. Ясуо и эта неизвестная леди прибыли сюда из Ионии. И их прибытие нам заспойлерил еще вот этот ролик. Жить в прошлом всегда проще, да? Куда сложнее понять, что нас ждет в будущем. Судя по тому, что я слышал. Нас ждут грабители, чудовища и выпивка. Там нет законов. И каждый сам хозяин своей судьбы. А еще мы оба кое-что ищем, верно? Думаешь, мы найдем это в Билдж Уотере? Думаю, там мы много чего найдем. Они прибыли сюда, потому что она его что-то наняла. А ему и самому не особо в Ионии хотелось сидеть. Поэтому он уехал. Волнуйся. Мы легко найдем моего знакомого. Твоего знакомого? Кто он такой? Один купец. Я расскажу, когда придет время. Я хочу знать, во что ввязываюсь. И потом, я не смогу защитить тебя, если ты даже не говоришь, кто ты такая и куда мы направляемся. Что с тобой? Что тебя тревожит? Ты от кого-то бежишь? Когда мы встретились, тебе не терпелось уплыть. Давай так, скажи, кто ты. И я, может быть, объясню, почему покинул Ионию. Я рассказала все, что тебе нужно знать, Мечник. И заплатила вперед. Но если хочешь, ты можешь остаться здесь. У тебя хоть имя есть? Ладно. Идем. Эта женщина в плаще, кто же она такая, ищет солнечный камень. Но после цыганских фокусов, купец говорит, что последний камень забрал Малек в серую гавань. И они такие пошли спать. О, вы с почасовой оплатой или... Две комнаты на ночь. Вы уверены? Хватит и одной. Ноксианские монеты? Мы такие не принимаем. Только серебряные змеи и никаких исключений. Послушай, других у нас нет. Мне все равно. Забирайте свои заморские монеты и убирайтесь. Ты уверен? Посмотри внимательней. О, какие редкие монеты. Вы слишком щедры. Выбирайте любую комнату. А мой друг хочет выпить. Конечно, конечно. Приятного отдыха. Спасибо. Знаешь, ты отличный телохранитель. Не уверен, что он вообще тебе нужен. Скажи-ка, что это был за трек? Какой? Что ты сделала с купцом и с трактирщиком? Не пытайся меня одурачить. Какая разница? Мы получили то, что хотели. Но я человек, а ты... Ты вастаи. Я знала, что ты скоро догадаешься. Я встречал много воинов вастаи. Пернатых, мохнатых. Но никого с твоими талантами. Из моего племени Висания в живых осталась только я. Я стараюсь пореже встречаться с людьми. До того, как мы покинули Ионию, я не проводила так много времени среди людей уже целый век. Для вастаи век – это одно мгновение. Знаешь, в одиночестве время тянется медленнее. Слушай, может, ты и вастаи, и чары твои сильны, но я дал обещание. Я буду тебе помогать. Если понадобится защита, можешь на меня положиться. Только объясни мне, что происходит. В твоих словах я чувствую боль. Какой-то страшный груз у тебя на сердце. Тебе очень нужна эта работа. Еще один из твоих талантов? Один из многих. Меня зовут Исуо. Можешь звать меня Ари. Сотни лет – огромный срок, когда ты одна. Ты прекраснее любого цветка. Прошу, уйди. Мои чары. Я их не контролирую. Мне все равно. Я твой. Кто я? Чудовище. В общем, Мария, она же вастаи, она же в фуре, она же самая большая поставщица на сайт R34. В плане Лиги жрет воспоминания, тем самым убивая носителя. Среди людей. Его чувства. Воспоминания. Как трудно удержаться и не поглотить их. Намного лучше действовать в одиночку. Рано или поздно мы бы все равно расстались. Тайны, которые я хочу раскрыть, предназначены для меня одной. Она пошла в серую гавань одна? Проклятие. Я что-то не то сказал. Может, я еще успею ее догнать. Я не дам ей погибнуть. Не повторю старые ошибки. Ну, а мы переходим к нашим качкам, которые сейчас тупо будут есть фруктовые ассорти и змеиных фруктов. Какой теплый ветер. Ммм, если честно, Браум скучает по холодным объятиям Фрель-Йорда. Холодные объятия? Звучит не очень заманчиво. Фрель-Йорд – суровый край, но стремление выжить сближает людей. История у костра, охота на элнуков при лунном свете. Абу-Хру, скажи мне, что объединяет вас? Мать-змея – море. Мы служим богине, и она благословляет нас бесконечным урожаем. Многие ее благословения весьма вкусны. Ха-ха-ха, да. Вкусная еда здорово объединяет людей. Могучий фрель-йорский воин по имени Олаф однажды сразил огромного ледяного змея и приготовил из него похлебку. Его деревня пировала несколько месяцев. Ну вот и есть захотелось. Ну, тогда пошли со мной. Желудок Браума укажет путь. Проход закрыт. Убирайтесь от ворот. Я жрица матери глубин. Я хожу, где хочу, и никто мне не указ. Мне плевать, кто ты. Эти ворота защищают нас от туманных тварей. Болите. Возможно, тут нужен другой подход. У нас нет времени. Открывай ворота, или я их выломаю. Выйди на свои похороны. Откройте ворота. Пропустите их. Вот тебе другой подход. Я не это имел в виду, но так тоже неплохо. Что-то приближается! Мы не останавливаемся. Пойди прочь, призрак. Ионеец здесь? Вот это скорость! Продолжение следует... Значит, это правда. Туманные ходоки снова в серой гавани. Недолго пришлось искать. Да, совсем недолго. А этот Ионец молодец. Хорошо сражался. Рад был помочь. А теперь с дороги. Постой. Мечник. У тебя очень интересное движение. Эти твари мешали мне пройти. Идешь в серую гавань? Ты понимаешь, что тебя там ждет? Это не важно. Я кое-кого ищу. Пойдем с нами. Мы поможем тебе с поисками. Туман опаснее любого врага, какого ты встречал. Тот, кого ты ищешь в серой гавани, скорее всего, мертв. Спешка не поможет. Это правда. Браум знает. Туман чуть не убил Браума. Кто такой Браум? Я Браум. А, понятно. Значит, Браум сражался с этими тварями? Да, у Сумрачных островов. Их было очень много. И они сломали мне лодку. Но я вернусь и сражусь снова. На этот раз Браум будет готов. Лолеры знают, что Ясуо это очень мемный персонаж из-за того, что обычно всегда фидит. Но если говорить про сюжет, то Ясуо мало кому уступает в мастерстве владения мечом. Вот, кстати, карта. Больше вы ее не увидите. Но каждая локация примерно такого же размера. Поэтому учтите это, когда будете проходить. Если будете. Это и есть серая гавань. Ну и туман. Теперь понятно, откуда такое название. Здесь нет движения. Ты потеешь, как дрювасский хряк в полдень. Я чувствую страдания духов. Они отравлены. Я должна все исправить. Мы восстановим движение. Свет Бородатой Леди укажет нам путь. Да, конечно. Бородатая Леди. Движение. Во что ты вляпался на этот раз, Браун? Что здесь случилось? Городская площадь должна быть заполнена звонким смехом и музыкой кузнечных молотов. Когда-то так и было. Но страховин... Это случается каждые несколько лет. Он без предупреждения накрывает змеиные острова. Черный туман сумрачных островов катится над морем неукротимой волной. Армия безумных духов сметает все на своем пути. Могучие воины мрака летят к берегам Билджуотера. Прошлый страховин накрыл Серую Гавань. Мы сражались не на жизнь, а насмерть, чтобы его сдержать. И многие тогда погибли. В ту ночь я воззвала к силе богини Нага Кейборос и очистила Серую Гавань. И все же туман сумел вернуться. А с ним и тени. Что-то нарушило баланс. Здесь есть храм. Возможно, там мы найдем ответ. Верное сердце! Вот это сила! Все в порядке? Мне кажется, или туман приближается. Смотри! Не дергайся. Малик сказал, ожерелье защитит нас. Ага. А ты видишь тут Малика? Тихо. Слышал? Там что-то движется. Подожди! Не бросай меня! Ржавые крючья. Старая команда Гангпланка. Не знаю, кто это такие, но они выжили чудом. Нет, это не чудо. Пошли. Нужно разобраться. Ржавые крючья. Девушка, которую я ищу, пришла сюда за ними. Тогда твоя подруга в беде. Это опасные ребята? Да. Поспешим. На самом деле, мое любимое занятие в этой игре это выслушивание их диалогов во время отдыха. Они просто очень-очень ламповые и классные. Добрый вечер, Исуо. Я вижу, ты уже утолил жажду. И не раз. Еще глоток, и я перестану тебя замечать. Что тебя тревожит, братец? Я никому не брат. Уже нет. О, в каком смысле? Когда-то у меня был брат. Его звали Йона. И где он сейчас? Я убил его. Остались еще вопросы? Браум не знает, что сказать. С ума сойти. Браум уходит. Можешь остаться, только сиди тихо. Правда? Да. Просто не задавай вопросов. А историю хочешь? Браум. Ладно, ладно. Не думал, что охотники за головами посмеют сюда сунутся. Вы не за тех нас приняли. Убийцу распознать несложно. Ну, вот это Малек, вот это Малек. Ну, тупо Малек. Пошел жопу Малек. Пошел жопу Малек. Твоя девушка порешила моих лучших ребят. Ей не понравилось, что босс отвез ее солнечный камень на сумрачные острова. Если она хочет, чтобы ее сожрал туман, это не мои проблемы. Особого защитного ожерелья у нее нет. Погоди. Этот камень у тебя на шее. Где ты его взял? Ты ведь прекрасно знаешь ответ. Вестница. Убить их. Ветер не остановить. Проклятие. Если мне конец, я и вас с собой прихвачу. Голос из тумана. Он взывает ко мне. Убирайся обратно во тьму. Вместе мы все предали. Там впереди храм. Возможно, девушка, которую ты ищешь, укрылась внутри. Проклятие. Почему она ушла, не сказала мне ни слова. Нет уж, на этот раз я исполню свой долг. Да, лучше держаться вместе. Давайте пойдем в храм Бухру. Я люблю, когда светит солнце. А тут темно. Тише. Нага Кейборос требует уважения. Прости, жрица. Обычно всем нравится громкий голос Браума. Я уже была в этом храме раньше. Нужно продержаться еще чуть-чуть. Мы должны отбросить этих тварей. Илаой, что бы ты ни делала, поторопись! Это конец. Ты всегда такой банальный. Ты крабрая. Я с удовольствием вырву твою душу. Похоже, что всегда. Пока я способна двигаться, ты больше не вырвешь ничьи души. Тьма из Идии! История повторяется. В ту ночь мы заставили туман отступить. Или нет. Почему в Билдж-Уотере так мало твоих соплеменников, жрица? Разве это не их остров? К сожалению, большинство Бухру очень чтят традиции. Для них Билдж-Уотер — это город, которым правят Пайланги, чужеземцы. Мне Билдж-Уотер кажется городом страстей. А великая Нага Кейборос учит нас понимать свои страсти. Ты в любом случае не прогневаешь ее. В Билдж-Уотере каждый ищет свой путь. Движется так, как считает нужным. И в этом я вижу истину. Настоящее зло — это отсутствие движения, искусственное сдерживание жизни. Вот почему я должна прогнать Черный Туман. Готова защищать и хороших, и плохих? Вердикт выносит мать глубин. Не мне их судить. А ты? Ты за что сражаешься? То за одно, то за другое. По крайней мере, пока так. Илаоя, а ты... Тихо. Она молится. Кто-то чужой был здесь. Что-то пропало. Что-то важное. Под храмом катакомбы я должна узнать, что здесь произошло. Тогда мы спустимся вниз. Храм защищает свои секреты от чужаков. Нас ждут трудные испытания. Вы уверены, что хотите пойти? Когда мы вместе, нам любое испытание по плечу. Да, пойдем уже. Два упрямца. За вами забавно наблюдать. Ступайте осторожно. Храм принимает только достойных. У Браума, на удивление, легкий шаг. А, похоже, нам крышка. Так, вот мы пришли в храм. Ну и думаю, на этом пока закончу. Надеюсь, я успею доделать эту серию роликов до выхода Лимбуса. Но, скорее всего, нет. Поэтому пока.